а откуда сам будешь то из харькова а укротроллинг это что значит значит украфтролли что-то неясно ну и что я с харькова а если с харькова я понял значит ты нормальный пацан за справедливость и вот как тебя научили брать и в этой самой советской школе что харьков это украина ведь большевики предали харьков в 1918 году ленин и торонский отдал отдав его украине а вот этого ты не знаешь тебя об этом школе не учили тебя сразу учили что харьков это у ссср вот такую пакость большевики все время совершили и вот вас ну вот о чем речь ну в данном случае мы про это говорим нормально нормально базаришь по теме говорится хорошо как канал то одно я говорю неужели ты так можешь но я же говорю что с харьков в принципе я же иначе что я сейчас харьков заходи заходи увидишь ладно давай тут разные движухи есть жду тебя на жду тебя на канале счастливы откуда вы россии из какого быть из украины из какого города то неважно я делаю не относится смотря о чем вы все хотели спросить я вот вы же не отвечаете я хотел спросить из какого хотя бы региона дальний восток ну где восток нет вот севернее я понял да а баронского а баронский край ну хорошо вы на какие темы беседуете в рулетке может вопрос с украинцами беседуем просто наблюдаем динамики вот течение болезни все театры да да не зачем психиатр где обязательно будет психиатр болезнь эту заметить может вы пишете или стремите или не стремлю напишу так какие вы вопросы задаете чтобы определить я вас отвечаю чтобы определить у меня почти не осталось нет вы сможете на них одеть вы слова слова правильно абсолютно непрофессионально если вы способны оценивать ход болезни вы правильно это наводящий вопрос просто почему вы решили что я не смогу ответить задайте а потом сделайте вывод сегодня из сотни моих собеседников на которых я останавливался не нажимая сразу кнопку далее человек пять только говорили со мной на человеческом языке ну то есть без матов без пола и прочее ерунды не знаете чем связано знаю связано со спецификой контингентов чатур лет вот с одним разговаривал о капитале маркса красно со мной можете поговорить о творчестве бухарина например бухарина то есть того самого бухарина которого заин да не читаю бухарин хорин не читал авто авто она верни творчество имеется ввиду о трудах но отрудах творчество и это есть трудно и творчество очень обязательно литературно а кто по вашему был самый успешный советский премьер но премьер 8 получилось не очень надо всех да нет премьер это предсовнаркома или предсовмина я понимаю аналогию премьер-министра то есть того кто отвечал за фозы короче советского но не знаю в свое время и сталин был премьером и его то есть и да это же хрущев сделал протократический переворот когда в борьбе с маленкова стали стали за кому завещал власти кто был первым лицом после сталина помните малюшку завещать успел в том-то и дело что успел завещал потому что напрямую завещал маленкова и маленков реально стал первым лицом но ввиду его инертности и активности хрущева через год с небольшим хрущев сумел поставить себя то есть не меняя должности маленков был предсовмина как и представление это была высшая должность но хрущев в концу 54 года сумел поставить так что лидер партии стал выше при совершил тем самым тихий партократический переворот на свои курсы поставив башни выше выше власти в данном случае советской партии так стоял вышелась она стояла пришел оси начиная с 55 года ранее она не стояла выше ранее она была руководящей силой это руководящая сила это было прописано в брежневской конституции а до факта она была руководящей силой опять-таки начиная с 55 года до этого она вода вспомогательной силы а основные нормы основные должности занимали предсов наркома и предсовмина как старин был или камней или кем или как ленин были на небольшой партии чем были бы его заказ я понимаю да в советском среде сложилась довольно такая своеобразная система где разделить партию и госаппарат был очень трудно ну что было то было перед имени то что имеем еще такие печально а каковы по вашему причины вот всех этих конфликтов на постсоветском пространстве естественно что политические местные элиты борются за свое так сказать положение а первая причина изначально ну когда советский союз развалился когда все стали растаскивать как феодалы мы собственно скатились в этом отношении почти к феодальному обществу мы начали верно то есть советский союз развалился по неадекватным границам которые большевики проводили намеренно неадекватно чтобы в свое время они проводили их так стоит с той целью чтобы удержать республик в сфере своего влияния то есть они отдали украине русские земли такие как харьков и донбасс отдали казахстану русские земли такие как павлодар и нарисовали вы еще скажите что англичане просто так нарисовали границы в мире своих колониях во всем мире так границы всех колоний так нарисовано как-то это все нивелируется по параллелям да желательно так чтобы вызвать одну техническую группу по разные стороны это позволяет вам очень здорово управлять ну да да было такое ну вот это это неадекватность которая помогала большевикам цементировать и его удерживать их в сфере своего влияния после девяносто перо сыграла так стать уже негативные роли именно если бы ссср развалился по адекватным границам то бы конфликтов бы не было ну так сср был колос на глиняных ногах потому что его основатели ленин и троцкий заранее вложили в него порог госустройства такой как республиканское деление с правом выхода права выхода что первым году ленин разве был жив 22-го я не заложили в девяносто первом это страну это исправлять это так не исправили же не исправили зашли зашли за уже не ленин виноват ленин что он это ввел а кто-то не справился я понял ваш позицию да я просто когда у вас открыл да у вас я увидел только желтый флаг с трезубцем да но слайд уехал поэтому я не видел а сейчас уже вижу да страна не найдена вижу еще может такие вопросы как дело не особо вопросов нет ну так как вы что уже сумели оценить степень течения болезни как вы выразили понимаете можно читать книжки там про то как происходило может смотреть вот тихий дом в прямом эфире когда например бойцом азова который был в мариуполе брошен был своими ранен вытащен ополченцами попал в плен ногу отрезали его вернули мы с ним прямо сейчас беседовали можно да можно технологии позволяет я понимаю что в рулетке до 99 . 99 это все шла где-то 92 22 это моя формула как вы вычислили 99 99 ну что очень давайте так вы я вижу человек аналитичный давайте я дам название вам своего канала если же и желаете зайти давайте вот наберите это слово в поиске youtube у меня канал у меня канал для харьковской антиукромованной интеллигенции в связи с тем что украина скатилась в тоталитарное государство то означенная интеллигенция вынуждена вписываться нужно вониметь чтобы не иметь проблемы с удовольствием того что не объясняет к сожалению вы как думать чем закончится но в для меня конечно удачным будет исход если возьмут прямой если вернуть прямой коридор на крым то есть не этот пресловутый мост я вот когда мост постнаете коридор на крым то есть прямой коридор на крым а то че это москва курс белгород харьков александровск во время запорожье мелитополь через на часами а сейчас кривой коридор мозг в казакасова моста тоже коридор это совсем кривой коридор вот это прямой коридор это будет удача а успех так сказать ну можно сказать что как бинга да это будет скажем так левобережная украина плюс одесса как вишенка на торте думаете получится это бинга это же бинга маленькая вероятность не нет я имею ввиду что вообще как бы поделить украину не получится уже американские блиновидцы братья не дадут они на бороджах дозревают они понимают что для проекта я не пою не поем почему они раньше не поняли для проекта украина это анти россия вполне не обязательно и украина в границе девяносто первого года или границах начало двадцать второго года достаточно нескольких областей они хоть мелкие но будут более озлобленной так я об этом и говорю что нам нельзя оставлять потому что это все но будет то же самое не ничем объеме а толку но вы будете нельзя оставлять а кто долги и будет выплачивать у них долгов как же они в долгах как шутка украина это их проблемы такой проблем вы хотите сказать что нет страны я дня нет долгов и да я думаю что сейчас мы все поделится потому что я считаю что только полный безоговорный это хорошо выше одной сторон до либо россия проиграет либо она выиграет ну вот мой вариант что вы отрицаете что возьмут прямой коридор на крыму это восстановится это для меня удачный вариант а неудачно если ограничиться донбассу но я считаю что все варианты неудачные любовь в любом случае будет анти россия виде польши до что дальше какая какая разница кто будет анти россии польша ли основные и польши полегче или остатки украины по вам без разницы украина будет позднее похуже декабы люди на женские много вы сами знаете прекрасно но наших этих людей надо предоставлять им граждан а как быть с преднестровьем в опрощенном порядке в варианте в варианте бинга если возьмут одессу будет и граница с преднестровьем в общем посмотрим на выгодите ничего не оставлять вот в областей 5-6 надо оставить и в виде этой шелупони киева там житомира венец и хмельницкого что и все забирать ну вы как-то как как максималисты желаете что все забирать нужно миллион армии было 10 изначально они они стали там сколько 140 тысяч ничего все забирать 10-15 миллионов пусть сбегает в польше хорошо хорошо если заберу из леса в каком виде значит это оформлять виде государства соцелита типа белоруссии или в виде федерального округа россии или ведь несколько федеральных округов это плохой вариант в виде федерального округа по крайней мере видит двух федеральных округов для вас это все равно очень далеко а для жителей допустим востока украины очень важно будут ли они находиться с западом я вот очень не хочу чтобы находились запад с киевом из вот этой центральной украины чтобы восток находился в одном федеральном округе а вам это все равно потому что вы далеко вы имеете в виду чтобы 22 к по крайней мере федеральных округ как минимум можно их поделить конечно потому что могут быть на территории донецкой области как бы они законы на территории киевской люди немножко поражены в правах не но не раки поражены там они могут оставить себе мову как официальный язык я к примеру говорю что они захотят оставить мова в донецке харьков не захотят вот поэтому разная федеральная круга законы по крайней мере языковые будут разные ну тут астане два языка русский татарский в крыму три калмыкии тоже два русский калмыцкий ну я знаю и в эти два нормально для для канады нормально для канады я знаю для всех нормально вот кроме дар мой тут не до страны которые уже да не найдено ранее эксперимент был за неудачно вот азербайджанцы смогли то есть папа и сын алиевы сумели сделать из маленькой до территории ну какую-то страну она не особо не особо важней она не особо маленькая по сравнению с соседними за кавказскими государствами скажу по-моему самая большая если брать вот грузия армения азербайджан потом еще вот эти но их сложно было у них там вообще на рациональность какая и соседи вот тут иран там турция сверху с севера россия ничего но они доказали они богатая нефтедобывающая страна что им ну по-моему и нефть не помогает он туркменистан так вот о нем никто не говорит о туркменистане все город северная корея северная корея натуре туркменистан исправно гонят газ ничего не вякает против большого беднолицевого брата за кинску и они вообще не говорят хотя там порядка цель северной кореи что там хуже порядка для я думаю что них ну конечно турмен баши там рули не нужны рукой в северной корее в северной корее могут арестовать если ты слабо рыдаешь на похоронах вождя я думаю я думаю в таджикистане нет такой туркменистан я ошибся туркменистан дадут туркмении вот этим не эти нововведения 90-х вот я допустим говорю в украине хотя по-русски и так и так можно а вот почему я говорю в украине прочитаю что нужно значит нормативно систематизировать русский язык и с любым географическим объектом говорить вы я допустим говорю я ожидать даже говорю в урале потому что это неправильно час но так и начинается раньше было кофе он кофе она была неправильно сейчас и так и так можно почему потому что много народу стало говорить неправильно и поэтому подстроились под народ и ввели новую норму то же самое вы на украине но отчего это и произошло что в 90-х русские лингвисты и то есть люди обладающие законотворчеством в лингвистике русского языка прогнулись под требования значит элит лингвистических этносов которые как я называю обладает комплексом неполноценности которые начинали просить или даже требовать вот в русском языке и какое им дело для русского изменения и причем в на украине было самое безобидное белорусы потребовали чтобы вместо беларуси называть беларусь это вот хуже даже даже минска не потребовали называть менск если вы помните в 90-х два года называли менск а потом минск вернули но беларусь оставит уже самое таллин но эстонцы быстро они ему все равно стало таллинн с двумя н писали а вот эти ужасные башкортостаны только туркменистан весна нормальных туркмении башкирии оставили зачем-то в то же время и от нас и которые так стать обладают лингвистической полноценности такого не требует не требует же германцы у британцев чтобы они называли не джом они аналогич лам я одна и от русских не требует и даже от украины не требуется его вместо немецчина называли дойчла то есть потому что немцы это так стать они достойно им все равно что самодостаточными как бы у себя балакаете ваши проблемы у вас в портретовую честь стоит может чтобы маленькое изображение я могу поднести если желаете гадать вы можете сказать сказать александр второй лучший правитель лучший правитель россии за последние 200 лет по моему мнению может быть может ему повезло просто тут понимает такое дело не знаешь кто лучше то хуже как повезло он принял страну воюющую и войну то проиграл а потом уже то есть начал он неудачно карьера потом уже наверстал определенными реформ ну подождите еще один владимир еще не помер так что может пара принял страну знаете но по полюзе вы были в россию в 2000 или я в россии но я вообще из харьки уехал но у меня я на два дома жил харьки в москве но да да я ну так что вам сказать все ругают 90 я считаю что 90 но были экономические не хуже чем конец восьмидесятых даже по зарплате в девяностых сто пятьдесят шесть долларов была средняя зарплата сейчас 500 чем-то а был 100 100 а в в девяностом 8 8 9 там было 19 долларов и из поиски звезды какой смысл и из наш и и сплошной дефицит все все ругают там и есть налка что все но алкаш спился но нужно нужно рассматривать по годам по годам то есть до этого незаконного подавления пуча в 93 он был вполне прилично и вел кстати забывает что именно ельцин вел бесплатной приватизации квартир а ввел вы и путин или нет не знаю а вот ельцин и но не знаю ельцин там инициатор может лучше не стало зато он ввел бесплатную приватизацию всего остального советского хозяйства нет но это по но не там не кинул кость с квартирами людям а предприятия ну что делепаска заработал с кодорковскими люди тоже продавали за бутылку этого этот ваучер а если бы не продавали ну вы живете в дальнем рабочем поселке вам выдали ваучер что вы с ним сделаете вы понятия не имеете ни там обиджи приезжает в вашей деревне который уже нет работы жучок какой мужик 50 рублей даю вот сейчас а мужик по уме сказать скажет давай 500 но в итоге старается старается нас ничего а ничего но я знаю что тут если даже мужик дереве сельский мужик обладает так сказать талантом у торга он не может обладает остального паперы по первой цене он не отдаст он будет торговаться и согласиться на ту цену максимальную на которой согласится покупатель ваучер я думаю что если он предлагает по 50 то он купит у него но максимум за 120 и скажет никому не говори скажет никому не говори я я не сторонник ельцина но когда она есть вывешивать всех собака представьте чтоб если вы вместо ельцина был бы каспаров вообще бы ничего не осталось ну например или зюганов или зюганов то есть ельцин при всем его алкоголизм и неадекватности как какого какой принял россию территориально сточки сюда метра такое же передал путину не квадратного метра не ушло не пришло нет и не ушло а вот я была а был бы на месте вот тот же каспаров или немцов я думаю там уже от россии бы ничего не осталось конечно начальник антреса строительного вот это было бы уровень ну да понимаете то есть такой страной править но нужно было все таки был а есть был прораб он строитель доправил и у горбачёв был не татуре и у черненко был не татуре ну про черненко тут сложнее сказать нужно киндерправил он просто уже в конце жизни уже но он да вот идея посетили генгенсеком он все он он сюжет был кадровиком при поездбюро но это все наше кады кадровика завода поставить сразу директор конечно тоже самое но буль кадровиком все равно да понятно вот в этом вся и проблема видео то везет вот александр 2 до был такой как карьеры начала и не выбрали они повезет и получается николай 2 это да повезет получается стану не повезет гербачёв и вот так вот это как бы очень нестабильная система вот сейчас у меня украинцев многих вот чтобы ваш путин сдох секунда вы не боитесь что ваши желание исполнить исполнится вместо него придет другой и вам путин пандарт покажется добрым дедушкой но я не знаю вот я же об этом начал говорить а вы знаете почему кстати вот до сих пор маленькая бутылка водки 025 называется мерзавчик вы знаете что она называется так только два советских премьера удостоились название но и его лидера скажем так этого чтобы в честь них называлась водка это андропов и рыков была водка рыковка и когда рыкова на счета судили на процессе права транскийского блока в тридцать восьмом году вышинский генпрокурор несколько раз повторяя и причем передавали это прямом эфире это по радио современный стрим был вот и вышинский несколько раз повторил во время допроса рыкова до выигрывая как до вы рыков мерзавец и вот прямо сразу же водку стали называть не рыковка и мерзавец а маленькую мерзавчик мерзавец не не прижился перешли на пол литра а мерзавчик остался вплоть до наших дней ну вот видите память у каждого своя хорошо приятно было побеседовать да бред давайте может встретимся я подписался смотрите вам ролики надеюсь понравится вы человек аналитичный все тебе сказать деревня покруче твоей хочу конечно русский город который большевики которые большевики в восемнадцатом году предали отдали украине а ты не в курсе зачем большевики спасибо спасибо зачем зачем большевики предали русский город харьков да мне настроить на большевиков я не был я не был я я тебя понял ладно да дурака валяне разговаривать разговаривать почему же тогда утилитарным государством правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один это сша и соединенные штатах федерации германия утилитарное государство гернатор гернатор соединенные штатах федерации вот в на свыше уже да да А как называются? Соединенные Штаты, это Федерация? Да. Вот, кто из вас, знаете, а, ну, порывет всегда писать мудрый. И снится нам нежелко на своем а не эта ледяная синяя в соседней стране 70 миллионов, они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, да, папа? Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем тебя. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии. Опа! Так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Аркашовский был. Мы сделали украинским углом ночевым. Пытаясь... Да? Да. Украину, кто... Кто он создал? Мы по крайнейшему... И по конституции. Еще раз заявляю. Власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заверяю вас. В Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковская... Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Замила... Игрого.... Укновил...